Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте и смотрите сегодня. Что делать, если не пускают? Горячая линия по вопросам доступности муниципальных пляжей открылась в Сочи. На каждом втором предприятии города нарушено трудовое законодательство. Итоги проверки обсудили на заседании межведомственной комиссии. Хороводы, рыцарские бои и агит-парад. Завтра в Сочи пройдет Ночь музеев. Россия-Бразилия. В Сочи проходит супербой сильнейших бойцов в полутяжелом весе Виктора Нинькова и Ронни Маркеса. Краевой арбитражный суд переехал в новое здание. Теперь он находится на улице Постовой. На торжественное открытие Дома правосудия сегодня приехали председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев, полномочный представитель президента в Южном федеральном округе Владимир Устинов и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Девятиэтажное здание построено по программе развития судейской системы в России. Мы сегодня говорим о качестве правосудия, но качественное правосудие может быть только там, где есть возможности для этого правосудия. Комфортные условия для всех участников судебного заседания. Ни в одном здании пришлось погостить арбитражному суду края, пока обрели свой дом. И сегодня мы можем смело сказать, что Краснодарский краевой арбитражный суд обрел свою крышу, обрел свой постоянный дом. С этим я вас и поздравляю. Всем пришедшим на открытие гостям провели экскурсию по зданию, показали новые залы судебных заседаний. Именно в них будут рассматриваться споры в сфере предпринимательской и экономической деятельности. От работы арбитражного суда напрямую зависит стабильность и рост экономики региона, подчеркнул губернатор. А в Анапе накануне Вениамин Кондратьев провел координационное совещание по подготовке к летнему сезону. Кто сдал экзамен на безопасность и гостеприимство, а кому еще предстоит работа над ошибками, расскажут наши краснодарские коллеги. Водичка тепленькая. Можно купаться, сезон можно открывать. Даже несмотря на не очень жаркую по меркам местных жителей погоду, туристы в Анапе уже опробовали и песок, и морскую воду. На пляж, но не отдыха ради, отправился сегодня Вениамин Кондратьев проверить, насколько курорт готов принимать гостей. Они в свою очередь делятся первыми впечатлениями. Не хватает мусорных контейнеров, да и сам пляж не мешало бы почистить. Если честно, я бы от дикого пляжа с трудом отличил. Этот пляж, это пока нечто такое между пляжем и естественной полосой моря. Вот эти вот, то, что навезли, ну, коллеги, нужно сразу как бы уважать и себя, конечно, и курорт, и отдыхающие, которые здесь. Они уже лежат с зонтиками, а тут все еще куча песка, который насыпали для того, чтобы что-то потом разровнять. Ну, уже давно нужно было это сделать. Вениамин, с сезоном мы все сделали. На сезон уже идет. Десять дней. Они за нас уже его открыли. Вон они ходят в шортах с зонтиками, и они уже отдыхают. Приезжают на курорт не только за отдыхом. Многие решают совместить приятное с полезным и устраиваются на сезонные работы. Мы убираем с пляжа мусор, грубо говоря. То есть, хотя бы, ну, он чистый был. Мы в первую очередь должны создать, мы первые, власть и комфорт, и чистоту. Тогда люди откликнутся на наш комфорт и на нашу чистоту, на наше благоустройство. Не только Анапские. Все пляжи Кубани должны пройти сертификацию и соответствовать международным стандартам. Новое требование Край ввел в этом году. Напоминает глава региона уже на совещании. Главные критерии – оснащенность, ассортимент услуг и безопасность. Последнему условию Вениамин Кондратьев уделяет особое внимание. Наличие паспорта безопасности сегодня для гостиницы-санаториев – это второе разрешение на работу. Если нет кнопки тревожные, стража охраняют, в этом случае они имеют право получить этот паспорт безопасности? Ну, они получили его ранее, а тревожная комната – это мир. А что, его забрать невозможно? Ну, ранее выдавался паспорт безопасности. Ну, все, лишить его этого паспорта безопасности. А если у него вообще нет ничего связанного с безопасностью, как у него может быть паспорт безопасности? А если у него нет паспорта безопасности, то главы, коллеги муниципальных образований ни в коем случае не могут допустить, чтобы они фактически начали принимать отдыхающих. Только в этом случае мы жестко наведем порядок с безопасностью. Если выдали паспорт, то заберите. Безопасными в курортных городах должны быть и аттракционные, и маломерные суда. За незаконные скутера и квадроциклы владельцев нужно не просто штрафовать, а изымать у них все нелегальные плавсредства. Такой же позиции Вениамин Кондратьев просит придерживаться и в отношении торговли суррогатным алкоголем. Жесткой позиции и правоохранительных органов, и контролирующих органов требуют также вопросы незаконной торговли алкоголем. В том случае, если мы позволим, мы реально понимаем, что где происходит в каждом муниципальном образовании, особенно, я говорю, курортные города, на каждой улице знаем, что делает, что производит и чем торгует. Но ничего не делаем. Почему? Значит, платят только кому-то за то, что можно этими видами деятельностей незаконными заниматься. Просто нужно прекратить, коллеги, этим заниматься. Только все вместе. В каких бы кабинетах ни сидели. Тогда курорт высокого уровня. Тогда на самом деле все прозрачно, чисто, комфортно. Коллеги, я прокурорам сегодня хочу сказать, что с учетом проведенного совещания и тех вопросов, которые возникли, необходимо более жестко и серьезно подходить ко всем вопросам, требующим нашего внимания. Ко всем фактам нарушений принципиально подходить. Больше трети туристов предпочитают добираться на курорты Кубани на своих автомобилях. И здесь есть еще одна проблема, которую предстоит решить – пробки. Позиция края – все ремонтные работы на дорогах к морю должны завершить к 1 июня. У нас одна дорога, которая максимально востребованная в летний сезон, дорога по Краснодарскому краю, к Черноморскому побережью. И что, мы не можем всей страной сделать ее? На сегодняшний момент откорректированы все схемы о рождении мест производства работ. С 1 июня реверсов на Дону не будет. А почему опять не успеваем не реверс убрать, а ремонт завершить? Ремонт дороги проводится раз в 4 года. Так 4-й год заканчивается. Дело в том, что цикличность ремонта… Вы и детям планируете передать, что ли, своим ремонт? Ежегодно проводится пятая часть ремонта. На текущий год запланировано должно быть под ремонтом порядка 70 километров из 400. Коллеги, знаете, я вот, может быть, не совсем в циклах понимаю. Я просто одно понимаю, что сегодня, если второй и третий раз будут автотуристы ехать, и опять будет все в ремонте, то в этом страдает репутация, в первую очередь, власти. А цикличность, она раздражает людей. А если она раздражает людей, значит, вы что-то делаете неправильно. А уже раздражает так сильно, что да не могу. И жителей Краснодарского края, и всех гостей края, которые с всей страны едут. Вот если, коллеги, не успеете до 1 июня, подниму вопрос во все колокола. Итоги нынешнего зимнего курортного сезона – 2 миллиона человек. Всего же, по прогнозам экспертов, курорты Краснодарского края в этом году выберут не меньше 16 миллионов туристов. Наша с вами задача сделать так, чтобы наши отдыхающие получили качественный отдых по адекватным ценам. И мы должны оправдать их надежду, чтобы они отдохнули на самом деле и захотели вернуться к нам на следующий курортный сезон. Официальный старт летнему сезону дадут уже через две недели. Регион начнет жить в особом режиме. Время приема гостей – это большая проверка на прочность для всей Кубани. Мария Крошина, Александр Иванченко, Алексей Комаров и Денис Перец. Кубань, 24, Анапа. Ну и еще одну важную тему на координационном совещании по подготовке к летнему сезону, которое прошло в Анапе, поднял глава Сочи Анатолий Пахомов. Мэр курорта напомнил о реализации постановления правительства об утверждении требований к антитеррористической защищенности гостиниц и иных средств размещения. Согласно постановлению, каждый гость должен быть известен. Он заселился в объект размещения, немедленно информация о его размещении или заселении в гостиницу, отель должна быть передана в полицию. Вот что мы хотим? Поставить комплексы в каждой гостинице, в каждом отеле. Систему, то есть сканирование быстрого сканирования паспортов. Мы приняли решение антитеррористической комиссии, что все средства размещения должны именно создать эту систему и передавать. Подобная система гость действовала еще в советское время. Каждый турист должен был легализовать себя в миграционной службе. Вениамин Кондратьев отметил, что она и сегодня необходима курортным городам. Это, во-первых, тема необходимая. С точки зрения безопасности это раз. А второе, если мы сегодня будем говорить о качественном сборе курортного сбора, то, по большому счету, вот это и есть система учета и понимания того, сколько зарегистрировалось, сколько можем мы собрать. Вы тогда подготовьте всю необходимую документацию, с точки зрения, как это реально запустить. И тогда мы это все обсудим. И, коллеги, не надо ничего ждать, надо просто брать и запускать эту систему в гости. Анатолий Пахомов отметил, что с 1 июня полиция увеличит количество рейдов по гостиницам. Ну а согласно букве закона, штраф за одного незарегистрированного гостя на юридическое лицо – 700 тысяч рублей. В разы больше, нежели затраты на установку оборудования, которое пригодится и при взимании курортного сбора. Ночью и утром 20 мая в Сочи ожидается сильный дождь, местами гроза. В связи с этим на реках возможен подъем уровня воды, порой с достижением неблагоприятных отметок. В случае происшествия – звонить с мобильных телефонов по номеру 010. Но, тем не менее, лето уже не за горами и сезон морских купаний тоже. Горячая линия по вопросам доступности муниципальных пляжей открылась в Сочи. Теперь по номеру 8-988-288-2836 можно заявить, если та или иная пляжная территория окажется недоступной для отдыха. Горячая линия будет работать с 9 до 18 часов в будни. Как не раз подчеркивалось, на городских пляжах можно взимать плату только за пользование лежаками и зонтиками. При этом обязательно должен быть участок на гальке полностью свободный, где могут расположиться люди со своими полотенцами. А раздевалки, душевые кабинки и туалеты должны быть бесплатными. В таком же режиме должны работать и пляжи, находящиеся в аренде у санаториев и отелей. При этом важно помнить, что часть пляжных территорий, на которых располагаются санатории ФСБ, ФСО, МВД и Минобороны, находятся в федеральной собственности. И здесь установлен свой пропускной режим. В Сочи состоялось очередное заседание Межведомственной комиссии по труду. Я напомню, подобные совещания на курорте проходят каждую неделю. В зал мэрии приглашают бизнесменов, на предприятиях которых по результатам мониторинга найдены нарушения трудового законодательства. Свои отчеты о проделанной работе предоставили все четыре района Сочи. Так, например, в Лазаревском за неделю специальной комиссии было проверено 19 объектов. В каждом втором выявлены нарушения трудового законодательства. Бизнесмены не оформляют своих сотрудников, либо оформляют не всех, платят серые зарплаты. Замглавы Ирина Романец подчеркнула, что в начале этой масштабной работы в Сочи неоформленных было выявлено 70 тысяч. Если 70 тысяч человек оформить, на минимум на 10 тысяч, это 7,5 миллиардов рублей. Один НДФЛ миллиард 300 составляет. У нас весь бюджет города 6 миллиардов. Понимаете, о какой вообще экономике идет речь? А в Сочи вот такая ментальность, что нет, вы что, у нас семейный бизнес. У нас гостиница на 48 мест, и работаю я, мой муж, моя сестра, никто не оформлен. У них доходы идут, у нас население беднеет. Требование администрации зарплата работников не должна ни в коем случае быть ниже прожиточного минимума. Ну а среднее по экономике и вовсе 29 тысяч. А еще все иногородние предприятия, которые заходят в город, должны вставать на регистрационный учет в местной налоговой, чтобы пополнять городскую казну. А именно на эти деньги Сочи решает социальные задачи по строительству детских садов, школ и ремонту дорог. Ну а всех нарушителей ждут крупные штрафы от трудовой госинспекции. За одного нетрудоустроенного работника от 20 до 100 тысяч рублей. Активное долголетие под таким названием в Сочи стартовал проект администрации города. Его главная задача – увлечь людей старшего поколения новыми возможностями сохранения своего здоровья. И это совсем не медикаментозная помощь, а позитивный настрой на жизнь. Лекции прошли на 75 площадках города в рамках единого информационного дня в центре в администрации района. Новый проект по предложению главы города разработан управлением по здравоохранению. Рассчитываем, что он будет долгосрочный, он будет обрастать новыми практиками. Где-то люди начнут заниматься на наших тренажерах, мы рассчитываем, уличных. Где-то будут использовать методы китайской зарядки цигун. Я условно говорю, где-то метод ходьбы скандинавской и так далее. Любая активность, которая способствует именно оздоровлению населения пожилого возраста, годится. За основу был взят опыт Японии, где средняя продолжительность жизни населения 80 лет. И где люди стараются исключить из своего лексикона слово «нет» и вообще лишний раз не волноваться. У сочинцев тоже есть возможность в городе здоровья жить дольше. Сохранить ресурс здоровья и активность каждый способен сам, если смотреть на многие, даже проблемные вещи, без агрессии. Когда мы не тратим свои нервы, эмоции на агрессию, на проживание гнева, конечно, мы этот энергетический запас составим для того, чтобы жить дальше. Каждый из присутствующих получил анкету, ответы на вопросы которой помогут дальше разрабатывать проект «Активное долголетие». Это только начало. Результаты такой работы – улыбающиеся счастливые пенсионеры, которые, уйдя на заслуженный отдал, будут активно участвовать в жизни нашего города, общаясь с детьми и молодежью. И которых можно будет увидеть не только в магазинах и поликлиниках, но и на спортплощадках, в парках и скверах. На праздничных мероприятиях в Сочи их проходит большое количество. 20 мая Сочинские арт-пространства откроют свои двери. В 11-й раз городские галереи присоединяются к масштабной акции «Ночь музеев» в рамках Кубанского музейного фестиваля. Во всех районах курорта они представят уникальную творческую программу. Какую именно, сегодня узнала Татьяна Говоркова. В Музее истории города вечер по традиции откроется детская программа. Театр «Кукол Саквояж» покажет спектакль по мотивам сказок переселенцев на Черноморско-побережье Кавказа. Впрочем, экспонаты оживут не только для юной публики, но и для взрослой аудитории. Они расскажут об истории Сочи и культуре Краснодарского края. В этом году наш регион отмечает 80-летие. Помимо обучающих тематических экскурсий, посетители смогут принять участие в хороводах, увидеть выступления артистов Сочинской филармонии, ансамбля «Кудрина» и самодеятельных коллективов, а также клуб «Адаховский редут», который покажет рыцарские бои. Интересные программы подготовили и отделы музея. Очень интересную программу подготовил Лазаревский этнографический отдел. Там будут представлены коллекции из фондов музея, коллекции редкие, этнографические. В музее спортивной славы Сочи он подготовил такой необычный квест «Угадай мелодию спорта». Также подготовила программу интересную и дача Барсовой. Там будет представлена патефонная вечеринка. Вот поэтическая вечеринка и концерт квартета Рахманинова пройдут в Сочинском художественном музее. Здесь же посетители смогут принять участие в мастер-классах по плетению из бисера и изготовлению глиняных поделок, а также научиться художественному мастерству народного мастера Виталия Коробейникова. Этот год посвящен Году экологии. И это юбилейное столетие революции. У нас также посвящены фильмы, короткометражные фильмы в едином филиале Русского музея. Это фильмы, посвященные и творчеству Айвазовского, Кустодиева, его работы большие. Так что всех ждем и будем всем очень рады. Ценители искусства и литературы ждут и в музее Николая Островского. Вечер начнется с традиционного агит-парада «За здоровый быт». Все желающие смогут пройти с группой синеблузников 20-х годов по улицам города и с лозунгами Маяковского призывать людей к здоровому образу жизни и необходимости беречь природу. Также посетители ознакомятся с коллекциями музея. Экскурсия в доме, в котором жил Николай Алексеевич. Артисты сочинской филармонии дадут концерт классической музыки. Детский балет по традиции. Клуб народного и старинного танца, сочинская группа, дадут бал, который, как всегда, приглашает к себе и проводит мастер-классы, и показывает танцы народов мира. Культурная акция «Ночь музеев» проходит в рамках 11-го Кубанского музейного фестиваля. Старт программам во всех городских музеях будет дан 20 мая в 19 часов. Вход свободный. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Ну и, кстати, в «Ночь музеев» в Сочи общественный транспорт будет работать до часа ночи. К другим новостям. В культурном центре «Сириус» состоялся первый музыкальный фестиваль. Вплоть до октября на сцену будут выходить музыканты, оперные певцы и солисты балета, как начинающие, так и всемирно известные. Гармония, красота, благозвучие – вот, пожалуй, основные синонимы, характеризующие классическую музыку. Рассказать о ней невозможно, ее нужно слушать. Дуэт двух солистов Санкт-Петербургского дома музыки Павла Милюкова и Сергея Редькина открыл не только концерт, но и фестиваль, первый в своем роде в истории курорта. Я рад, что в нашей стране происходит такой проект большой, который будет привлекать десятки, сотни, тысячи молодых ребят к этому делу. К нашему делу, к моему личному. Чайковский, Штраус, Рахманинов. Для своего концерта лауреаты международных конкурсов выбрали лучшее произведение камерной музыки. По словам солистов, у такой классики нет возрастных ограничений. Ее понимают и принимают и дети, и взрослые. Разнообразная программа, очень разнообразная. Мы старались просто расставлять ее так, чтобы было интересно слушать, и чтобы это было достаточно разнообразно, интересно, увлекательно. Этот концерт лишь начало фестиваля, а фестиваль – начало пути культурного центра. Одна из главных миссий проекта – образовательная. Идея Сириуса – познакомить жителей и гостей Сочи с уже известными музыкантами и открыть новых молодых артистов. Проект не только сделает Сочи второй культурной столицей России, но и позволит городу считаться одним из мировых центров классического искусства. Над программой каждого концерта и фестивалем в целом работает художественный руководитель центра. Известный европейский режиссер и профессор Ханс-Яхим Фрай. Мы что-то создаем новое. Сегодня мы начинаем с отметки ноль. В 4-5 лет на этой стороне появился новый фестиваль и концерт-центр. Через 3-4 года на этом месте будет стоять большой концертный зал. С лучшей акустической системой в этом мире. Но начинать надо сейчас показывать публике в Сочи, зрителям в Сочи, что здесь будет место, в котором можно будет услышать лучшую музыку со всего мира и высококлассную музыку. С мая по октябрь жители и гости курорта смогут насладиться вечной классикой в блистательном исполнении лучших музыкантов. На сцене культурного центра выступят солисты, ансамбли, оперные певцы, джазовые исполнители и артисты балета. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». Россия, Бразилия. За супербоем сильнейших бойцов в полутяжелом весе Виктора Немкова и Рони Маркиса в эти минуты наблюдают миллионы человек. Из Сочи прямую трансляцию международного турнира по смешанным единоборствам М1 Челлендж 77 ведут в 100 странах мира. Подобные бои без правил в нашем городе проходят уже второй раз, но впервые на необычной арене в концертном зале фестивальный, который полностью пришлось переоборудовать. Ну а накануне же поединков состоялась пресс-конференция и церемония взвешивания бойцов турнира. Все подробности у Инги Габешия. Контрольное взвешивание перед боем – процедура обязательная, которая позволяет определить, уложились ли спортсмены в свою весовую категорию. Здесь же на весах зрителям бойцы демонстрируют свою форму, а сопернику – настрой. На этот раз М1 Челлендж 77 подготовил 11 поединков. Все 22 спортсмена – это известные российские и зарубежные борцы, чемпионы мира по самбо, дзюдо, панкратиону, кикбоксингу и кудо. Среди них – незнающий поражений краснодарец Артем Фролов, а также сочинцы – Алексей Брус и Сергей Клюев. Это очень хороший турнир. Будут смотреть очень много, наверное, по России и еще другие страны будут тоже смотреть. И поэтому для меня это очень большая ответственность. Тем более я представляю город Сочи. Для меня это очень большая ответственность. Я по-любому должен выиграть. Соперник сочинца – украинский боец Сергей Волошин. А вот главный поединок сочинского турнира – это супербой между сильнейшим российским бойцом полутяжелого веса, учеником легендарного Федора Емельяненко Виктором Немковым и одним из сильнейших спортсменов Бразилии, обладателем черного пояса по джиу-джитсу Ронни Маркесом. Сегодня Виктор Немков находится на пике бойцовской карьеры, является чемпионом мира и победителем Кубка мира по боевому самбо. Умный тактик и настоящий боец. Именно эти качества ведут российского спортсмена к успеху, уверены поклонники смешанных единоборств. В Сочи у меня много друзей, поэтому когда предложили подраться в Сочи, сразу согласился, обрадовался. Сам город мне нравится, очень красивый, зеленый, на берегу моря. Ну, только положительные эмоции. Его противник Ронни Маркес сегодня входит в топ-20 средневесов планеты. Не так давно самый многообещающий молодой талант Бразилии потерпел сразу два поражения. И для него бой на М1 Челлендж – это новый шанс для возвращения в мировую элиту. Это мой первый поединок в России. Я с большим уважением отношусь к российским бойцам. Считаю их одними из лучших в мире. Ожидаю хорошего боя и надеюсь, мы порадуем зрителей. В этом году организаторы планируют провести 14 подобных турниров в России и за рубежом. Инга Габеша, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ. Контрольные прокаты российских фигуристов пройдут в сентябре в Сочи. Об этом сообщил президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков. В четверг исполком Федерации утвердил состав кандидатов в национальную команду на олимпийский сезон. На прокатах спортсмены должны продемонстрировать Федерации короткую и произвольную программы, сообщает агентство AirSport. В минувшем сезоне российские фигуристы завоевали шесть наград на чемпионате Европы, две золотые, две серебряные, две бронзовые, а также две медали на чемпионате мира. Там Евгения Медведева защитила звание лучшей на планете в женском одиночном катании. А Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали третьими в соревнованиях спортивных пар. Завтра в Федеральном центре единоборств Югспорт пройдет международный фестиваль «Лазурная ривьера» Сочи. В его рамках состоится благотворительный семинар по айкидо-айкикай памяти ученика-основателя айкидо-сенсея Сейчи Сугана. В фестивале примут участие около 200 представителей Академии боевых искусств, школ, клубов и федераций айкидо и Сочи, Анапы, Геринджика, Ростова-на-Дону, Ульяновска, Санкт-Петербург, Луганской народной республики, Севастополя и Республики Крым. В качестве почетных гостей на фестивале будут присутствовать и делиться своим мастерством представители Федерации айкидо Бельгии и Армении. Семинар проводится для развития и популяризации айкидо-айкикай в Южном федеральном округе, привлечения людей различных возрастов к занятиям этим видом боевого искусства. С этого года международный фестиваль «Лазурная ривьера» Сочи будет ежегодным и по традиции будет проводиться в мае. Вход на фестиваль завтра с 10 до 20 часов свободный. Ну и в завершении информация от партнеров программы. Стоматология «Скаковский» работает по принципу 3П – порядочность, последовательность, профессионализм – оказывает все виды стоматологических услуг. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. И на этом я с вами прощаюсь. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры делал DimaTorzok